Итак, диалектический метод. Лекция будет весьма замысловато построена. В ней будет два пролога, то есть пролог и введение, это немножко средневековые конструкции. Собственно, рассказ о диалектическом методе, ну и, скорее всего, второй вопрос отправится на следующую лекцию, и мы будем размышлять через неделю о том, что и как и почему реактуализируется сегодня, насколько развивается диалектический метод, что из этого получилось и так далее. Прежде чем даже перейти к прологу, я сделаю еще три нуля, а нет, два нуля было у агента 007, да. Я просто соображаю, сколько нулей можно еще поставить, чтобы это было прилично. Итак, я хочу сразу просто сказать, что диалектический метод предполагает, что мы весь мир, мышление, объективную реальность рассматриваем в развитии, выделяем эволюционные и революционные трансформации в этом развитии, и источник этого развития есть противоречие, единство и отрицание сторон. Более того, противоречие и саморазвитие. Вот это я хочу сказать сразу, чтобы вы понимали, о чем пойдет речь. Но сейчас довольно длинный пролог про диалектику эпоху постмодернизма и господство все по-прежнему позитивизма. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что, как ни странно, человек, который работает позитивным методом с фактами и проверкой этих фактов, как ни странно, мыслит абстрактно. Вот этот тест я постараюсь вам пояснить только в конце лекции, но сейчас просто примите это как некую провокацию. Ну а то, что диалектика, которая все рассматривает в развитии через революционные скачки, тем самым оказывается орудием критики, позитивной, конструктивной критики, это очевидно. Если вы все критикуете, подвергаете критике, одновременно развивая и сохраняя, наследуя, то вы перестаете быть конформистом. Тем, кто пассивно воспринимает существующее как аксиому, как единственно возможный способ существования, как то, что было, есть и всегда будет. Ну а если вы превращаетесь в нонконформиста и стремитесь познать этот мир, его законы, да еще и действовать в соответствии с этими законами, то вы оказываетесь в положение не просто нонконформиста, а активного творца истории, а в условиях мира отчуждения, в условиях господства рынка, бюрократии и всего того, что нас окружает, это вредно для здоровья. Пожалуй, в кавычки я взял, чтобы вы не поняли это буквально, то есть прямо бить вас по голове не будут, но в всех случаях до тех пор, пока вы не выйдете на неразрешенную демонстрацию, а может быть и на разрешенной, если власть решит, что она неправильная, ведь вам тоже могут дать дубинкой по голове. Но в остальных случаях для здоровья это вредно в переносном смысле слова. Итак, мы сегодня живем в пространстве позитивизма, безусловно, с приставками неопост и так далее, но, как ни странно, большая часть ученых, в том числе даже в области общественных наук, и не только социологов, политологов и экономистов, филологов, но и философов стремится сегодня работать в позитивном пространстве. Взять некий факт или группу фактов, провести некий опыт, ну вместо опыта можно взять результат социологического исследования, построить некоторую формальную модель, 90% случаев математическую модель, неким образом результат интерпретировать, используя стандартный язык, причем я подчеркиваю, именно стандартный язык, попробуйте заговорить на языке диалектики с сегодняшними обществоведами, вы окажетесь в очень трудном положении. Затем, по идее, надо проверить полученные теоретические выводы, ну скажем, посмотреть, работает ли математическая модель на другом примере, ну и обрадоваться тому, что все хорошо, если модель работает, или сказать, что что-то не так в модели, давайте еще поработаем, если она не работает. Вот очень простая логика, и для, еще раз говорю, абсолютного большинства исследователей, она кажется единственно возможной, если вот этой цепочки нет, то нет и науки. Для философов позитивизм подвергнуть критике уже не так сложно, потому что мы с вами знаем очень много интересных проблем, которые возникают на пути вот такой, кажущейся очевидной логики исследователей. Мы знаем, что есть проблема не просто факта, но интерпретации факта. А факт, как ни странно, можно очень по-разному интерпретировать. Не говоря уже о том, что из некоторого моря явлений можно взять один факт, а можно другой. Вот глядя на российскую экономику, можно взять факт. Темпы инфляции невысокие. Ну, до последнего времени, за исключением продуктов питания, ЖКХ и так далее. Но, скажем, предыдущие годы цены у нас росли в среднем на 4-5% в год. Невысокие темпы инфляции. Хорошо с экономикой? Хорошо. Точка. Можно взять другую статистику. Около 20 миллионов человек живет на доходы ниже 12,5 тысяч рублей в месяц. Хорошо? Очень плохо. Особенно в стране, где при этом число долларовых миллиардеров одно из самых высоких в мире. Вот, пожалуйста, и то, и другой факт. Но интерпретация, выводы, коннотация и даже политические действия из этого вытекают прямо противоположно. Поэтому есть очень сложный вот здесь вопрос. Далее. Факты отличны от практики, от практики отличны от фактов. Мы с вами занимались этим вопросом неделю назад, и я говорил, что марксизм – это не созерцательный, а деятельностный материализм. Это материализм, в котором всегда есть человек как действующий общественный субъект. Всегда есть общество, всегда есть человек, он всегда действует. И практика – это взаимодействие вот этих действующих людей, а не просто некоторые внешние факты. Вы скажете, а как же физические процессы, биологические процессы, химические процессы? Да, они, безусловно, всегда присутствуют, но человеку, исследователю, они даны в общественной практике. Попробуйте плохо вымыть пробирку, и химические законы у вас будут опровергнуты. Это маленький пример, который мне привел мой коллега, который сейчас заканчивает диссертацию по химии. И до сих пор моет пробирки, поскольку он еще не защитил диссертацию. Но это только смешной пример. А на самом деле есть и гораздо более жесткие примеры, когда, дойдя до сколько-нибудь сложных закономерностей, естествоиспытатель оказывается перед проблемой практики, мировоззрения, ну и многого другого, о чем я буду говорить чуть позже, и говорил, на самом деле, в предыдущей лекции довольно подробно. Далее. Факт – это отдельное, абстрактное в марктистском смысле слова, явление. Отчеркиваю. Отдельное, некоторое изолированное явление. Это явление. То есть это то, что мы можем наблюдать при помощи каких-то практических действий. И дальше встает интереснейший вопрос. А в какую систему, с какими другими фактами надо связать данный факт? Вот инфляцию, с какими другими фактами экономической жизни надо связать? Вы извините, я буду приводить примеры из того, что мне ближе. Я по происхождению политэконом. Хотя, в общем, в советские времена политэкономов учили философию едва ли не больше, чем сегодня вас. Учат, во всяком случае, материализму, диалектики, проблемам социального развития и так далее. Вот, в какой системе, с какими другими фактами надо сопрягать? В каком историческом времени? В каком социальном пространстве? И дальше начинается масса интереснейших вопросов. Я уже не говорю о том, что возникает проблема, как только мы переходим к сложным общественным явлениям, взаимодействия различных экономических, социальных и политических акторов. В одном случае, в 20 веке происходит социалистическая революция и начинает развиваться Советский Союз. В другом случае, в результате попытки движения в направлении социализма, победы на парламентских выборах, мирная победа в Испании 1936 года. Все это заканчивается тем, что побеждают фашисты, совершившие государственный переворот антиконституционный. В третьем случае, в Соединенные Штаты Америки, Великая Депрессия, проходят реформы, которые сегодня считают чуть ли не коммунистическими. Если я сегодня выступаю на телевидении, говорю о том, что налог на миллионеров, на доходы миллионеров, личные доходы миллионеров, и наследство должен быть 90%, мне говорят, вы что, мир перевернется, это будет взрыв, человечество такого не переживет. Вы большевик, я говорю, ну тогда все реформы Рузвельта – это просто революция, подчиненная злокозненным большевиком на посту американского президента. Вот вам, пожалуйста, некоторые маленькие примеры. Я обещал не увлекаться, у нас впереди много важного. Где, какая практика характеризует действительно то, что является закономерностью для 20 века, есть ли вообще такая закономерность. Мы потихонечку подходим к проблеме постмодернизма, который говорит, а нет вообще никаких закономерностей. Ну, это чуть позже. Дальше оказывается, что отдельные факты его интерпретации – это, по сути дела, абстракция. Это частичное одностороннее знание о некоторой части реального мира. Я потом введу это по определению строка. Частичное представление о некоторой части мира. Вот мы проводим эксперимент, совершенно строгий. Садимся, складываем две скорости, там 10 км в час и 5 км в час. Сколько получается? 15 км в час. Правильно? Правильно. Прибавляем к 300 тысячам километров в секунду, если я не ошибаюсь. Еще один километр в секунду, сколько получаем? 300 тысяч километров в секунду. Почему? Ну, вы ответ знаете. Вплоть до 20 века человечество ответ на этот вопрос не знало. Да и вообще не знал, что есть такой факт, и что есть такая проблема. Поэтому закон сложения скоростей был абстракцией. Хотя люди считали, что это абсолютно универсальный закон жизни человечества. Ну, и самое интересное и самое сложное. То, что мы в общественном пространстве, давайте оставим в стороне физику и химию на время, во всяком случае, в общественном пространстве мы живем в мире превратных форм. Мы живем в мире социального отчуждения, которое генерирует превратные формы. Но я буду иногда все-таки использовать философские категории, они только расскажут вам про смешные примеры. Хотя я сейчас позволю себе смешной пример, который ни раз и ни два будет всплывать во время нашего курса. Ну, наверное, вы все ходили в театр. Я надеюсь, что вы хотя бы раз в жизни ходили в театр, скажем так. И тот, кто ходил в театр, знает, что там во время спектакля живой настоящий человек. По-настоящему влюбляется, страдает, умирает, ревнует, испытывает наслаждение и горе. Раскрывается огромное пространство человеческих отношений. Скажите, пожалуйста, этот актер действительно влюбляется, действительно умирает. Нет. Это форма. Но если вы пришли в театр, вы испытываете ощущение катарсиса, конечно, если это театр, да, а не балаган. И вы верите, что Марии и Стюарт отрубили голову, вы выходите больной, потому что вы были свидетелем казни прекрасной женщины, которая по-настоящему любила. Ну, я Шиллере в данном случае, да. Я в своем собственном впечатлении о спектакле МХАТИ. До сих пор помню, что Мария и Стюарт играла каркошка. Это форма. Но это форма адекватного содержания. А может быть форма, которая создает видимость содержания иного, чем действительного. действительного. Когда вы при помощи чего-либо создаете видимость того, чего нет. Говорят, хороший портной может из уродливого, пузатого мужика сделать, ну, если не Ален Делона, то во всяком случае... А, вы не знаете, кто такой Ален Делон. Это был такой красавец в моих времен. Вот. Сделать, в общем, совершеннейшего красавца. Но это еще тоже полбеды. А настоящая превратная форма это когда вы оказываетесь, скажем, на рыночном балагане. В балагане, на балагане, не знаю. В общем, рынок, балаган, танцует медведь. Совершенно замечательно. Танцует. Но потом оказывается, что это мужик, который одел на себя медвежью шкуру. Есть медведь? Есть. Это правда? Нет. Это ложь. Мужик, одевший медвежью шкуру, создал превратную форму. И вы поверили в то, что это медведь. Ну, вы, может быть, не поверите, а вот дети, которые туда приходят, действительно верят. Его будут совершенно искренне пугаться. И не только дети. Я был свидетелем в своем юном-юнном возрасте в глухой деревне. Как не только дети, но и бабушки кидались в ужасе из зала, когда на сцену вышел рычащий медведь и бросился поедать маленьких девочек. Это было... Ну, я не помню. Сейчас, мне кажется, что это было смешно. А тогда, видимо, это было не очень смешно. Вот, к сожалению, мы сейчас живем в мире, где все в таких превратных формах. Вы видите женщину на подкладке платья, которой написано «Шанель». Ну, не знаю, каким образом вы это увидели, но будем считать, что увидели. И вы знаете, что это шикарная женщина. Вы видите мужчину, у которого есть майбах или феррари. И вы знаете, что это шикарный мужчина. Это превратная форма, такая же, как медвежья шкура на мужике в балагане. Но это превратная форма, созданная общественными отношениями рынка и капитала, и она диктует человеку жизнь. Содержанием, действительным содержанием этого является товарный и денежный фетишизм. Но создается видимость другого содержания. Вот поэтому ученому, который исследует общественные процессы, очень сложно работать с фактами. он приходит на балаган и честно описывает то, что там происходит. Медведь замечательно танцует, да еще и к тому же разговаривает. Факт, факт. А следующий день приходит на балаган, воспроизводится факт, воспроизводится, опять мужик, то есть этот, извините, медведь, танцует и разговаривает. Ну, радостно подтвердив свой факт, он отправляется писать диссертацию про то, что медведи разговаривают и танцуют. И это правда. Очень хорошая диссертация получается. И защищается на ура, потому что все приходят на балаган, смотрят, танцуют медведи, танцуют, разговаривают, разговаривают. Отлично, никаких проблем. Вот точно так же в примере социальных отношений. Кого уважают? Того, кто ездит на Феррари. Воспроизводится, воспроизводится. Следовательно, сущность человека это те вещи, которыми он обладает. А еще точнее стоимость этих вещей, каких капитализаций, если вы используете не просто автомобиль, а какой-либо актив для капиталистического накопления. Вот такие чудеса. Это все пока, извините, предисловие. Далее, позитивизм, как правило, живет по ту сторону каузальных связей и моделируется в подавляющем большинстве случаев функции взаимодействия. Вот сейчас даже Нобелевскую премию дали за исследование каузальных связей. Я немножко покопался, разбираясь, что это такое. Выяснилось, что, похоже, там содержится тривиальная ошибка. Ученые посчитали, что если людям дать плохое образование, то в большинстве случаев люди с плохим образованием имеют маленькую зарплату. Но после того не всегда значит следствие того, хотя можно предположить, что здесь не только функциональная, но и причинно-следственная связь. Впрочем, скорее всего, сначала поняли без всякого подсчета, что есть такая связь довольно банальная и каждому известная. А затем уже на всякий случай посчитали и кое-что подтвердили. Но в большинстве случаев каузальные связи не исследуются. Как правило, не моделируются качественные скачки. Вот скажем, все экономические модели исходят из того, что у нас сохраняется рыночная экономика, наемный труд, накопление капитала и максимизация валового продукта в качестве высшей цели развития. С редкими исключениями. Не есть, но это редкие исключения. Ну и, наконец, последняя проблема математических методов, которая очень важна для нашей будущей дилектической жизни. Математика кажется абсолютно безгрешной, но в ней все зависит от правильной постановки задач. Я рассказывал многим студентам, но, видимо, не вам, про мою встречу с известным математиком, доктором физико-математических наук, профессором в МГУ. Я говорю, скажите, пожалуйста, всегда один плюс один будет два. Он на меня посмотрел, говорит, а в какой системе исчислений? Я говорю, вы не поверите, но даже я знаю, что бывают двоичные, десятичные, наверное, еще какие-нибудь. Я говорю, в десятичные. Тогда всегда. Да. Я говорю, если к голодной кошке прибавить не слишком проворную мышку, сколько будет зверей. Говорит, молодой человек, это неправильная постановка задач. Вот. И он был абсолютно прав. Складывать кошку и мышку нельзя. Почему нельзя? А потому что результат противоречит математике. Чувствуете, какая интересная логика, да? Не математика не права, потому что она не может получить нужный результат. А результат неправильный, потому что противоречит с математикой. На самом деле, последнее утверждение, как ни странно, верно. Действительно, складывать кошку и мышку нельзя. Надо разбираться в том, как они взаимодействуют и считать дальше, не знаю что, если вообще можно что-то посчитать в процессе вот этого грустного соединения двух животных. Но можно придумать другую историю. Ее тоже люблю рассказывать про кошку и кота в определенном состоянии. В результате чего получится уже не два животных, а скажем, восемь, да? Ну, правда, через три месяца или через четыре, забыл уже. Но я уже не говорю о том, что модель очень часто строится по требованию заказчика. Опять-таки, не забуду совещание на высшем уровне в Московском государственном университете с несколькими академиками накануне мирового экономического кризиса 2008-2010 годов. Вот эти академики обсуждали, какой будет темп экономического роста математики, академики, эконом-математики. У России в ближайшие десятилетия сходились до того, что 7% может быть и не будет, но 5% получим обязательно. В реальности получили кризис. Один из академиков замечательно проговорился. Когда мы строили модель экономического развития, исходя из 7% роста, а, нет, не так врубил прогноз развития, исходя из 7% роста. Я потом не выдержал в куларх, вопрос, а почему из 7%? Министерство экономического развития заказало 7%. Это было, к сожалению, не шутка. Понимаете, вот хорошие специалисты часто вам расскажут такие секреты. Но это уже вот та самая практика, которая включает взаимодействие общественных сил и фурии частных интересов. Когда-то, не помню, кто-то из классиков сказал, что если бы фурии частного, если бы частный интерес, сказать, был завязан на законы физики, их бы регулярно пересматривали в соответствии с изменением господствующего класса. Впрочем, это происходило. Когда господствующим классом была аристократия, со словем и духовенство, земля была плоской. Естественно, никаким образом не вращалась. Когда пришла буржуазия, земля превратилась в шар и стала вращаться. Но сейчас выяснилось, что она на самом деле даже и не шара, а что-то гораздо более сложное, но этим и заниматься не будем. Так, чем же отличается диалектика от позитивизма? Прежде всего тем, что она работает с общественной практикой, а не определенными фактами. То есть, это не эмпиризм. Далее, она работает с противоречиями, а не с формальной математической логикой, хотя есть интереснейший раздел науки логики Гегеля первого тома, который называется «Количество». И там показана диалектика числа и других атрибутов математики. Очень тонкий раздел, который я искренне советую читать науку логики не буду. Потом когда-нибудь мы вернемся к этому вопросу. Соответственно, диалектика это прежде всего акцент на качественных эволюционных скачках и каузальности, а не просто на моделировании того, что легко посчитать. Кстати, отсюда, вот из этой страсти к квантификации есть еще одно очень интересное следствие. Надо исследовать то, что можно посчитать и где есть данные. Если нет данных, то исследовать это нельзя, поэтому не нужно. В общественных науках это просто бич, потому что сложные каузальные связи, содержание в отличие от форм того самого мужика, который спрятан в медвежьей шкуре, все это, как правило, посчитать нельзя. Вот нельзя и все. И ученые из этого делают вывод, что следовать на этого нет. Если нельзя посчитать, то это не существует. В соответствии со старым анекдотом, когда человек потерял что-то в темном переулке, ищет на улице, где яркие фонари. Почему где фонари? Потому что там светло. Вот искать надо там, где потерял, а не там, где светло. даже если нет данных. Ну и наконец последнее диалектика оказывается процессом творения истории, в отличие от прагматизма, который работает на заказчика. Любой математик знает, что строить модель, исходя из заказа хозяина, который платит деньги, это нарушение законов науки. Это генерирование лжи. Но поверьте, он через какое-то время, получив хороший гонорар и воспроизводясь в состоянии этих гонораров на протяжении лет 50-ти, ну скажем 70-летний уже профессор или академик, начинает верить тому, что тот, кто платит, тот и истину обеспечивает. Тем более, что это подтверждает опять-таки практика. Разработчики программы 2020, накануне мирового экономического кризиса в России разработали программу 2020. Замечательного развития процветания России на следующие 10 с хвостиком лет. Они получили почетные награды, большие деньги, посты, должности и так далее. через несколько месяцев после окончания всего этого процесса разразился мировой экономический кризис. Там, кстати, писали альтернативные авторы, в том числе и мы с Андреем Ивановичем Колгановым и наши коллеги по марксистскому блоку. И все это полетело в Тартарары. Да и потом в России мы 10 лет последних плетемся темпами минус 1%, плюс 1%. Вы думаете, кто-нибудь пострадал из разработчиков программы 2020? Как бы не так, они заняли все более и более высокие посты. Сегодня некоторые из них руководят правительством на разных высоких должностях. Практика доказала, что они правильно сделали, построив правильную программу, исходя из заказа власть поддержающих. Вот все. Вот так устроена реальная общественная жизнь. это кажется нонсенсом для студентов, но тем не менее это практика, в отличие от факта, ну и в нетом смысле даже факта. Далее мы сейчас перейдем немножко к постмодернизму и поймем, что диалектика пытается найти пути развития, в отличие от деконструкции позитивизма, то есть постмодернизма, извините. Ну и самое сложное и самое трудное это поиск закономерности развития через противоречия с выделением критериев прогресса, претензии на то, что мы можем содействовать этому прогрессу. Это диалектика, это марксистская диалектика, а сегодняшняя наука общественная прямо или косвенно проповедует отказ от больших нарративов. Впрочем, так было до недавнего прошлого, сейчас появляется большой нарратив консерватизма, фундаментализма, православного, мусульманского, какого хотите, вплоть до фашизма. Но это пока только зародыш, хотя ужасно и опасно. Соответственно, марксистская диалектика претендует на поиск истины, а не бытие в пространстве симуляторов. Вот теперь давайте займемся чем? Займемся собственно диалектикой, но пока еще тоже на уровне введения. В 1801 году Георг Вильгельм Фредрик Гегер защитил диссертацию и первый тезис диссертации звучал противоречие есть критерии истины, отсутствие противоречия критерии заблуждения. Это был прямой вызов господствовавший на протяжении тысячелетия от Аристотеля формальной логики. Впрочем, Аристотель был не столь примитивен, как и мои учебники формальной логики. И далее очень интересный тезис Гегеля, преобразованный в тезис Фридриха Энгельса. Маркс и Энгельс выросли из гегельянства. Презрение к диалектике не остается безнаказанным, оно наказывается тем, что самые трезвые эмпирики становятся жертвами самых диких суеверий. Вы скажете, а как так может быть? А так, что человек хватает отдельный факт, отдельный опыт и возводит его в абсолют. Абстракцию превращает в универсалию. Исходя из этого, строит свою жизнь. Трезвый прагматик, трезвый эмпирик берет факт. Отправить ребенка надо туда, где он оботучившись сможет получать побольше денег. Этот факт воспроизводится и доказывается жизнью. Исходя из этого, делается вывод. Человек это капитал, человеческий капитал. И главная задача человека это максимизация своей капитализации. Почти стих максимизация капитализации. То есть надо сделать так, чтобы я стоил как можно дороже. И так, чтобы к концу жизни ты гордостью мог сказать, я миллионер, а еще лучше, я миллиардер. Гордо же звучит, блестяще звучит. На самом деле это звучит, то есть не звучит, это является приговором. вы превратились в жертву суеверия, чудовищного суеверия, воспроизводимого рынком капитала. Того, что достоинство, честь, прогресс и так далее измеряется деньгами, а также человеческое личное. Это ужасное суеверие, сформированное рыночной экономикой и воспроизводимое фактами и действительностью. Если вы не воспринимаете эту действительность критически, в развитии, не понимаете, что когда-то рынок возник, когда-то идет в прошлое, что есть другая жизнь, есть борьба с этой логикой капитала и рынка, то тогда вы будете жертвой этого суеверия. Ну вот, я буду работать в пространстве трех фигур, безусловно, с очень широким контекстом. Маркс был не одинок, было очень много интереснейших исследователей 19 века, которые писали интереснейшие работы, использовали диалектический метод, в том числе его соратник Фрейдер Хенгельс и его последователи. Был, безусловно, Владимир Ильич Ленин, фигура, которую я не вынес на презентацию, поскольку она вызывает уж очень много разногласий и такой мучительной борьбы, мнений. Но для меня это крупнейший мыслитель начала 20 века и не только начала 20 века, в том числе в области диалектики. Ученый, который сделал немало открытия, Иван Васильевич Ильенков, через несколько лет будет его столетие, и мой друг, один из немногих сторонников диалектики, ну, точнее, я надеюсь, что я могу считать себя его другом. Берта Лолман, один из удивительно талантливых профессоров Соединенных Штатов Америки, марксист, диалектик, его танцы диалектики, это удивительно красивый пример простой книги, написанной для студентов, которые терпеть не могут марксизм. Видимо, ее как-нибудь надо перевести все-таки на русский язык, но пока до этого никак не дойдут руки. Итак, зачем нужна диалектика в 21 веке, что она позволяет? Первое. Понять происходящие общественные процессы целостно в их противоречиях и, к тому же, выделить сущности закономерности этих явлений, отличить от мифов и мороков поевратных форм, разобраться, где это мужик, который отдел медвежью шкуру, понять, почему миллионер это на самом деле эксплуататор, а не самый благородный человек. Разобраться с тем, когда и почему люди стали считать, что время деньги и что высшая ценность это деньги, а когда и почему и где и в каком пространстве они действуют по-другому. Понять, в чем противоположность тебя и твоего хозяина. Сейчас, когда вы учитесь, для вас бизнесмен это талантливый предприниматель, хомо-креатор, с которым вы партнеры в будущем процессе создания богатства фирмы. Но поверьте, за очень небольшим исключением партнеров, одного физический капитал, другого человеческий капитал, в 90% случаев вы будете наемным работником, вы будете тем, кто всегда дурак, потому что есть начальник, который всегда прав. В соответствии со старой поговоркой ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Вы с этим столкнетесь с любой капиталистической фирмой, очень, я еще с подчеркиваю небольшим исключением продвинутых креативных корпораций, которые в мире существуют сегодня под влиянием очень многих процессов, убивающих, кстати, капитализм, но далеко у них господин. Вы столкнетесь с очень многими противоречиями, суровыми и жестокими. При этом вы сможете понять, точнее, поняв эти закономерности, эту сущность, в отличие от превращенных форм, вы сможете не поддаваться манипуляциям, политическим, идеологическим, манипуляциям, которые с вами осуществляют корпорации при помощи рекламы, пиара, компьютерных игр, телевидения, тиктока, всего, что есть сегодня в их распоряжении. Вы начнете понимать, почему это манипуляция, что на самом деле за этим скрыто, какие противоречия, какие интересы и почему реализует та или другая политическая сила, что за этим прячется. Вы начнете задать вопрос, кому принадлежит экономико-политическая власть в России, почему она отчуждена от граждан. А если отчуждена, то есть противоречия между теми, у кого в руках экономико-политическая власть и теми, кто граждан. А за этим скрывается противоречие тех, кто работает на заводе, в школе, в учрительном центре и получает в лучшем случае 50-100 тысяч рублей в месяц, а в большинстве 35 тысяч рублей. Это средняя медианная зарплата России. И теми, кто получает десятки и сотни миллионов рублей в месяц, а в год имеет доход в миллиард долларов даже и не рублей. Вот это все станет вам понятно. Это мучительное знание, которое превратит вас в нон-конформистов и будет вредно для здоровья, как я сказал в обведении. Но тем не менее это способность стать человеком, а не марионеткой. Далее вы сможете на этом основании понять, где прогресс, а где регресс. Вы не будете бояться говорить «я знаю истину и знаю, что она относительна, и я подвергаю ее критике для того, чтобы идти дальше, искать более сложные решения, более сложных проблем». Вы будете понимать, какие общественные силы стоят за прогрессом, какие стоят за регрессом, и как эта ситуация меняется, ну и так далее, вплоть до самых сложных закономерностей общества, которые всегда останутся не до конца познанными, и тем интереснее вам будет жить. Соответственно, сегодня перед нами стоит проблема, и мы постарались это сделать в меру сил в русскоязычном пространстве, к сожалению, у нас не так много диалектиков, как, впрочем, и в англоязычном. Вот тут на слайде с Андреем Ивановичем занялись скромной саморекламой, такая маленькая картиночка, это наш двухтомник «Глобальный капитал», вышедший уже пятью изданиями. Первый том посвящен значительной степени диалектическому методу, и там есть много такого, что нет в классическом марксизме, ну и не в полной вере есть в классическом марксизме. Это теория диалектики заката и генезиса, трансформации социально-экономических систем, не только прогресса, но и регресса, инволюции, попятного движения и многого другого, также вот, неравномерности, нелинейности, трансформации во времени и в пространстве. Я позволю себе вывести на презентацию, вот вынести на презентацию знаменитую цитату из предисловия к капиталу Маркса, который прямо написал про свой диалектический метод. Очень часто в нем подчеркивают то, что этот метод материалистичен, это действительно так. Кстати, я уже говорил неделю назад о том, что знаменитая фраза Маркса о том, что идеальное есть материальное пересаживание в человеческую голову и преобразованное в ней. Вот эта образная фраза Маркса перекочевала во все советские, не только советские учебники, когда все превратилось в догмам. Как ни странно, но Маркса мы тоже критикуем. Диалектика все подвергает критике и работы Катильенкова и его последователей, да, части его учителей Розенталя, это работы, в которых Маркс сильно развивается и подвергается критике. В советские времена написать, что я критикую Маркса и Маркса был неточен в своем выражении, что это образное выражение было нельзя, но если вы внимательно почитаете то, что там написано, то это будет именно так. Хотя, впрочем, у Маркса есть немало других, более тонких и правильных, на мой взгляд, фраз, о том, что такое материальное и идеальное, не говоря уже о самом труде капиталя. Мне важно, я выделил вот это мое выделение, завершающее этот абзац предложения. В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии иодокренерам, идеологам лишь злобу и ужас, так как позитивное понимание существующего, она включает в то же время понимание его отрицания и его необходимые дебили. Вот это то, что действительно отталкивает от диалектики. Как только вы всерьез стали исследовать что-то диалектическим методом, вы оказались оппонентом, не противником, но оппонентом всех позитивистов, вы оказались противником постмодернистов и вы оказались человеком, который видит не только начало, но и конец той системы, которую считают вечной ее адепты. Естественный, навсегда данный, как эгоизм человека, который стремится к максимизации денег. Ну, про человека, который стремится не только к этому и стремился не только к этому и будет стремиться не только к этому и потом еще поговорим. Вот это очень важно. Мне часто задают в этом контексте вопрос, а как же с коммунизмом? Он что, тоже будет подвержен гибели? Ну, конечно, да. Опять-таки, в советские времена это не акцентировалось. Что будет дальше, не знаю. Нам бы до коммунизма если не дожить, то хотя бы начать его созидать по-настоящему. Поэтому, да, конечно, все существующее достойно гибели. Давайте теперь перейдем вот, собственно, к диалектическому методу. Наш курс не случайно называется «Введение в диалектику». Я не смогу вам дать знания о введении в марксистскую философию и не смогу вам дать знания о том, что такое диалектика. Если хотите, у нас был тренинг по диалектическому методу, такой курс из лекции и семинаров, где мы работали с этим подробно. Это был, по-моему, даже межфакультетский курс на философском факультете МГУ. Мы его даже записывали на видео, но куда-то это видео задевалось. Есть очень серьезные работы, которые можно и должны читать. Начать можно с очень простой книжки Андрея Варча Колганова, другая автора этих лекций. Книжка называется «Что такое социализм?» «Не пугайтесь». Там не только про социализм, там про марксизм прежде всего. И даже под заголовок такой есть «Марксистская версия». И один из разделов посвящен марксистской философии в частности диалектическом методу. Можно это почитать. Можно почитать соответствующий раздел из книги Бузгалина «Ренессанс социализма». Там тоже довольно большой кусок под названием «Диалектика вредна конформистам». Посвящен диалектическому методу. Ну, а дальше надо читать серьезную литературу. И если захотите работать в этом методе, будем дальше пересекаться и разбираться. Я буду приводить несколько примеров, потом иллюстрировать эти тезисы. Но прежде всего диалектика – это противоречие. Противоречие есть единство и взаимоотрицание двух сторон. и тем самым это снятие закона исключенного третьего. Есть замечательная пословица «Либо да, либо нет, что сверх того, то отпукал». Вот диалектика говорит, что именно там, где есть и да, и нет в одно и то же время, в одном и том же отношении и то, и другое истина, это и есть диалектическое противоречие, это и есть правда о том, что и как присутствует в этой жизни. При этом каждая из сторон противоречия, поскольку она едина со своей второй половинкой, включает в себя и то, и другое. То есть каждой из сторон есть все противоречие и одновременно его сторона. Вот дальше начинается много всего с полка. Хотите совсем серьезно и совсем глубоко, читайте раздел противоречия в втором томе науки, логики, гиги, большой логики. Разберетесь вы гинии, не разберетесь, значит, будем дальше потом с кем-то вместе работать. Можно читать советские учебники, можно читать очень хорошую книгу «Проблемы противоречия». По-моему, то ли 79-го, то ли 69-го года в Советском Союзе небольшая книжечка вышла, там целый набор дебатов на эту тему, в том числе очень красивые тексты Ильенкова и Ботичева. Это противоречие всегда разрешается и рождается снова в новом качестве. То есть в жизни есть развитие, в котором противоречия сталкиваются, разрешаются, рождают новые. Собственно, противоречие живет только в процессе развития. Только вы зафиксировали что-то, противоречие исчезло. В мертвом предсостоянии противоречия нет. Противоречие есть только в процессе движения, развития или, наоборот, деградации. Но никогда не в мертвом состоянии. Вот я всегда привожу пример, который, не знаю, вам, наверное, будет не видно. Сейчас я попробую его изобразить. Вот представьте себе, что кончик ручки это бесконечно малая величина. Вот дальше я скажу, давайте представим себе ситуацию, когда истинны два высказывания. Бесконечно малый кончик ручки находится в бесконечно малой точке пространства, любой, опять-таки, сколь угодно малый промежуток времени и не находится в этой точке. Еще раз, да? Истинным является то, что он находится в данной точке, и истинным является то, что он не находится в данной точке. Оба высказывания истины. Любой, сколь угодно малый промежуток времени, любая, сколь угодно малая точка, любой, сколь угодно малой точке пространства. Так может быть, и да, и нет в одно и то же время и то, и другое правда. Совершенно нормальное решение, нет такого быть не может, потому что либо да, либо нет. что сверх того, тот рукав. А что такое равномерное прямолинейное движение? Тело и находится, и не находится. Если оно находится, то оно стоит. Если оно не находится, то его нет. Движется оно только тогда, когда оно и находится, и не находится в одно и то же время. Это смешной пример. Дальше можно закапываться в дебри физики, и пытаться понять, как уйти от этого и да и нет в одно и то же время. Но тем самым вы, по сути дела, не уйдете. Вы просто разрешите это противоречие и найдете новое. более сложное. Более сложное. На самом деле, в математике очень много диалектики. Что такое бесконечно малая величина? Это величина или это не величина? Это ноль или это величина? Если это ноль, то это не величина. Она все-таки хоть и бесконечно малая, но величина. Если она величина, то почему она бесконечно малая? Вообще, бесконечность это уже само по себе диалектическое понятие. Это процесс, у которого нет конца. Мне, кстати, очень нравятся физические разговоры. Я все время мечтаю устроить спокойный разговор с кем-нибудь из действительно серьезных физиков, поскольку я здесь профа, о рождении Вселенной. Как может родиться то, у чего нет ни конца, ни начала? Вот это мне всегда ужасно интересно. По определению, Вселенная это то, что существует всегда. Это бесконечно. Она вообще бесконечна. То есть, что-то обозревать можно в этой Вселенной, но она бесконечна. В ней могут быть какие-то циклы, какие-то галактики или, я не знаю, соединения галактик, могут рождаться и умирать. Вот то, что мы наблюдаем, может рождаться и умирать. То, что мы можем помыслить, как отчасти наблюдаемое, может рождаться и умирать. Но физическая материя бесконечна. Она не рождается, не умирает. Она есть всегда. Вот. Это бесконечность. А как быть с тем, что все рождается и умирает, а так, что всегда есть качественные изменения. Человек не бесконечен. Человек, он когда-то появился, и, видимо, когда-то на смену Homo sapiens придет что-то другое. Надеюсь, что не скоро. Мне это нравится, Homo sapiens, все-таки, особенно некоторых представителей. Думаю, вы тоже можете похвастаться, что некоторые представители Homo sapiens нравятся больше, чем другие. Это так, чтобы они чуточку улыбнулись. Суббота все-таки. Ну вот, значит, я привел вам примеры, которые не так очевидны. В общественных науках и применительно к общественной материи тут все немножко лучше получается. И мне тут будет легче работать, потому что я все-таки очень плохо разбираюсь в естественных науках, и мне искренне стыдно за это. Я не кокетничаю. Но дальше оказывается, что эти противоречия строят, развиваются в целую систему категорий, вплоть до качественного скачка, когда развертывание противоречия системы приводит к тому, что она исчерпывает свой потенциал и уходит в прошлое. Рынок возникает, развивается и начинает исчезать. Вот когда-то он возник и завоевывал все новые и новые пространства. В России это происходило недавно, относительно исторически несколько сот лет назад. Все это началось бурно развиваться. До этого какие-то ростки рынка существовали, гибли, существовали, гибли. Но большая часть людей жила в пространстве натурального хозяйства. Что производили, то и съедали. И даже очень прогрессивный Негин, помните строчки, «Ерем он барщины старинный, оброком легким заменил». То есть он не деньги с крестьян собирал, а оброк. Оброк – это что там? Яйца, зерно, молоко, мясо, что-то еще, сено, солома. Но это я уже шучу. Вряд ли Негин собирал солому с крестьян. Итак, значит, вот появляется, этот рынок развивается. Из рынка без денег, натурального обмена, бартера появляются деньги, из денег появляется капитал. Кто-то из 100 долларов делает 110. Капитал развивается в промышленной, промышленный капитал развивается в финансовой. Все это захватывает все новые и новые сферы, с одной стороны. А с другой стороны, по мере этого развития, капитал и рынок начинают уходить в прошлое. Появляется пространство, где деньги не нужны. Большая часть студентов МГУ учатся без всяких денег, поступают бесплатно. Находятся на общественном финансировании. Какое-никакое, но бесплатное здравоохранение даже в России существует. В Финляндии все образование здравоохранения бесплатное для пользователя. Строится не на рыночных принципах. Весь пространство Википедии, викиномики построено вообще без всяких эквивалентности. Все бесплатно все туда пишут, и все бесплатно оттуда все копают, получают. На этом паразитирует рынок, рынок всегда на чем-нибудь паразитирует, пока он жив. Но его уже вытесняют. В перспективе он уйдет в прошлое. То же самое касается любых других общественных процессов. И это система развивающихся противоречий. Вот так развивается реальная система противоречий капитализма от противоречий товара, противоречий денег, капитала. И все это приводит к тому, что внутри системы начинается ее закат, ее самоотрицание. Давайте попробуем определить хотя бы некоторые из вот таких дилектических противоречий. Немножко с ними поработаем, хотя бы капельку. Итак, противоречия товара. То, что рынок – это мир, где каждый сам за себя, где все покупают и продают, где каждый независим от других, это эмпирические черты. Можем из них исходить, как из начала. Дальше надо закопаться в лупе, понять, а что же отличает рынок от нерынка, от того, что было до, и того, что уже возникает как пострыночное отношение. Две черты, которые одновременно едины и абсолютно противоположны. Каждый сам за себя, один бог за всех. Производители, акторы рынка независимо обособлены. Я произвожу, что хочу, за свой счет, для кого хочу, из чего хочу. Мы обособлены. Каждый актор действует независимо от других. И условно, в реальном рынке уже очень много регулировали. Но мы говорим об абстракции. Этого достаточно? Нет, этого недостаточно. Нужна вторая, прямо отрицающая сторона. Я завишу ото всех, потому что я работаю в системе общественного разделения труда. Я абсолютно независим, но я абсолютно зависим. Я должен получить сырье, материалы, энергию, оборудование, рабочую силу от других. И я должен продать товар другим. Если мой товар другим не нужен, я разоряюсь. Если я не могу купить необходимое сырье, материалы, энергию и так далее, я не нахожу квалифицированных работников, я не могу ничего произвести. Я разоряюсь. Я ото всех абсолютно завишу. И я ни от кого не завишу. Я все делаю на свой страх и риск. И то, и другое абсолютное право. Убираете одну из двух сторон, уходите из рынка. Убираете разделение труда, попадаете в натуральное хозяйство. Я ни от кого не завишу, произвожу, что хочу, как хочу, общественного разделения труда. Нет. Что это такое? Ну, то, что мы делаем на даче, сами картошку посадили, сами ее съели. Убираем независимость производителя, оставляем общественное разделение труда. Все друг от друга зависят, обособленности нет. Что это такое? Плановое хозяйство. Все работают по плану. Там другой противоречий. И в натуральном хозяйстве другой, и в планном хозяйстве другой, но рынок только там, где есть вот эти две стороны. Как разрешить это противоречие? Найти такой товар, который всегда всем нужен. Такой универсальный товар, который всегда всем нужен и может быть обменен на все, что угодно. Джин, который исполняет любое желание, его достаточно посадить в карман, и он исполнит любое желание. Вот у каждого из вас, уважаемые студенты, уважаемые зрители, слушатели этих лекций, у каждого из вас в кармане сидит такой джин. Это деньги. Но дальше совершенно очевидно, что у кого-то этих денег много, а у кого-то мало. У студентов, думаю, не очень много, за небольшим исключением. И оказывается, что разрешив противоречие обособленности независимости и общественного разделения труда зависимости, деньги всегда всем нужны, мы попадаем в пространство нового противоречия. Денег всегда мало. Качественно, они безграничны, на них можно купить все, на всяком случае в рыночной системе. Даже любовь, дружба, честь и совесть продается и покупается. Ну, рыночная любовь, рыночная дружба и так далее. А при этом их всегда мало. Качественно безграничны, количественно ограничены. И то, и другое истинно. Денег всегда мало у всех. Если вы думаете, что 10 миллиардов долларов это много, то вы не правы. Это не чинская жизнь, потому что у кого-то есть 100 миллиардов. Это не шутка. Это трагедия. Вы не понимаете просто, насколько это трагично, если у тебя всего 10 миллиардов долларов. Насколько ты унижен, оскорблен и вообще ты пребываешь в состоянии кого-то, кто не входит даже в первую десятку миллиардеров. Застрелиться может не надо, но вообще это очень тяжело. Вот. Как разрешить это противоречие? Сделать так, чтобы денег все время было больше, 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 еще больше. Вот вам, пожалуйста, капитал. Деньги, которые приносят дополнительные деньги. Самая возрастающая стоимость. и дальше выемкать. Достигнув богатства, ну ладно, бог 70 миллиардов, это что-то далекое от нас с вами. Заполучив, я не знаю, миллион долларов, купив квартиру, дом, машину и вторую машину, еще что-нибудь, еще что-нибудь, слетав даже на лазурный берег, а не просто в Турцию, вдруг понимаете, что у вас этих денег очень мало и вам их надо больше. Дальше вы их начинаете инвестировать и вся жизнь превращается в бесконечный придаток к инвестированию денег. Вы становитесь персонификацией капитала, деньги, которые приносят дополнительные деньги, но у него свое противоречие, ибо для того, чтобы постоянно воспроизводить все больше денег, нужно иметь наемных рабочих. Наемный работник это тот, кто является могильщиком буржуазии. Сегодня это не принято произносить вслух, считается, что это не так, но мы с вами поговорим как-нибудь о противоречии капитала, и когда вы придете работать в какую-нибудь фирму, и вам предоставят гигантскую зарплату в 100 тысяч рублей, вы поймете, ну я так, идеальный вариант беру для московского студента, который сразу устроится на замечательную работу, хотя, хотя, скорее всего, вы получите 50-60, и работать будете не 8 часов в день, а, скорее всего, 12, сколько скажет хозяин, в надежде, что получите 100, каждого второго при этом выгонят через год с работы, вы не пройдете испытательный срок или через полгода, в общем, дальше все будет весело. И вы поймете, что есть такие противоречия между пролетариатом и буржуазией, хотя вы будете пролетарием умственного труда, с элитным образованием и прочим, но за исключением может быть нескольких процентов, максимум 10%, нескольких человек из группы, у которых есть соответствующие папы, мамы, или кто сумеет в соответствии со стандартами товарного фетишизма правильно выйти замуж или жениться, так, чтобы у жены или у мужа оказались хорошие родственники или хорошее преданное, ну, или что-нибудь в таком духе, но за этим исключением вы окажетесь в положении наемного работника и поздайте на себя эту самую противоположность. Ну, ладно, я немножко увлекся. Соответственно, дальше в какой-то момент на смену капиталистической системе приходит новая система. Пока победы новой системы нет, но попытки создать эту систему продолжаются уже более столетия. Начиная, пожалуй, даже с парижской коммуны 1871 года, которая просуществовала всего 90 дней, очень противоречивая, закончившаяся поражением попытка создать новое общество в Советском Союзе и мировой социалистической системе более 70 лет. Сейчас снова и снова попытки идти по этому пути в Боливии, в Китае, еще где-то, тоже противоречивые. Становление всегда мучительно, болезненно и противоречиво. Ну, это особая тема. Итак, противоречие. Товар, вещь, предназначенная для обмена в рыночной экономике, это, давайте посмотрим на самый низ с этой презентации, на последние строчки. Это общественное разделение труда и независимость, изолированность, обособленность производителей. Я про это сказал. В результате человек, который включен в товарные отношения, всегда двойственен в своих деятельностях. Он всегда частник, он всегда работает на обществе. Вот в этой тайне одновременно частного и общественного труда, опять, очень много всего, что есть в рынке. Из этого противоречия вытекают черты рынка. Из этого противоречия вытекает то, что вы работаете на общество, преследует частный интерес. Это заметил еще до Маркса, хотя и не в виде противоречия, а в виде догадки. Адам Смит почти 300 лет назад, скоро будет 300 лет этого выдающегося мыслителя. он сказал, что булочник встает в 6 утра, в Англии булочники вставали в 6 утра в 18 веке, для того, чтобы испеть не одну сотню булочек, не потому, что он хочет ими обожраться в 6 утра, а потому, что он опять будет их продавать для всех, кто придет в его булочную, затекленьким, свеженьким, вкусненьким. Я прямо облизнулся, опять, не успев позавтракать, это садись, рассказать про вкусные булочки, да еще к тому же теплые. Ну ладно, значит, он тем самым реализует общественный интерес, потребность булочек. Но если вы думаете, что его мечта накормить всех булочками, то вы ошибаетесь. Его мечта получить как можно больше денег, ну или как минимум еще больше товаров. То есть, у него частный интерес к максимизации частного дохода для частного воспроизводства обособленного производителя. Но при этом он работает с теми общественного разделения труда и он реализует общественный интерес. Вот из этого все апологеты рыночной экономики делают вывод. Смотрите, как все замечает. Но этого мало, это противоречие. Это да, есть такое. Действительно, в стремлении максимизировать свой частный доход актор рынка стремится максимально удовлетворять платежеспособный спрос. Здесь появляется уже категория товар нельзя получить, булочку нельзя получить. Если голодный ребенок, нищий с улицы в 18 веке, их в Англии было очень много, придет в булочную и скажет, дяденька, дай мне, мистер, я голоден, дайте мне булочку. Мистер скажет, пошел вон и еще отвесит под затыльник. Платежеспособного спроса нет. у кого-то из вас в стиле этой лекции может быть есть желание купить себе Феррари или сумочку Луи Виттон за 200 тысяч рублей, но я не уверен, что у всех у вас есть такая возможность. Нет платежеспособного спроса. Вот вам противоречие. То есть удовлетворяется не всякий интерес, а платежеспособный. По идее это толкает каждого быть предприимчивым. Но без идеи это рождает не только это, то есть извините, я оговорился уже просто, это рождает не только это стремление быть предприимчивым любой ценой, но это и рождает и конкуренцию. Человек человеку становится конкурентом. Вы вступаете в отношения на рынке, где каждый антагонист другого. Моя задача разорить соседа булочник. Если рядом есть булочник, то я буду тем счастливее, чем скорее он разорится. А он будет тем счастливее, чем скорее разорюсь я. Мы конкурируем за каждый пенс, шиллинг и уж тем более фунт стерлингов того, кто придет в нашу булочную. Но в 18 веке на фунт можно было купить наверное полчеловечества, а не булочку это было. 300 грамм серебра. Но не важно. Вот. Это раз. Два. В условиях рынка кто-то разоряется, а кто-то обогащается. Если нет этого разорения и обогащения, то нет частного характера труда. А рынок есть только там, где есть частный обособленный труд. Частный обособленный труд это означает, что нет регулирования, нет солидарности, нет взаимопомощи, нет поддержки. Еще раз оговорюсь, в современном рынке это все уже есть. Но потому, что этот рынок уже в эпохе заката, он уже умирает, ему на смену идет пост рынок, идет социализм. Какими-то кусочками, элементами и так далее. Когда у вас в Европе пособие 1000 евро в месяц, даже если вы не работаете просто потому, что вы гражданин, это уже социализм. Наленький кусочек социализма, внутри капитализма. А нормальный рынок, это когда у вас нет ничего, ну и умирайте себе. В Англии в 18 веке в условиях нормального рынка умирали сначала в детстве две трети, потом в отрочестве от непосильного труда шести лет, ну и так далее. Без проблем, твое дело. Каждый сам за себя, один Бог за всех. Да? Поэтому один разоряется, другой обогащается. Эта игра, если не с нулевой суммой, то с суммой близкой к нулю. Да, есть экономический рост в несколько процентов, но если один становится миллионером, предположим, у всех было по тысяче, один стал миллионером, значит, у тысячи не стало ничего. иначе миллион взять нет. В результате кто-то лишается средств производства, тысяча булочников разоряется, один булочник становится собственником фабрики, на которой работают тысячи бывших булочников. Если вы думаете, что это придумка, то это не придумка. Вот на моих глазах вот эта дифференциация производителей несколько процентов, ну пусть не один из тысячи, но несколько процентов обогащаются, большинство разоряется. Стало фактом. Сейчас есть такая улица Новый Арбат в центре Москвы. Наверное, ходили, да? Когда-то это был пример нового качества Советского Союза. Первый шаг развития Нового Арбата после крушения Советского Союза. Огромное количество разномастных ларьков. Все заставлено, сейчас вам даже трудно представить себе это. 92-й, 93-й год, все заставлено разномастными ларьками, которые продают что угодно, жвачку, какие-то сникерсы, водку. Я уже не знаю, что еще там продавали. Следующий шаг. На место ларьков, которые разоряются через несколько лет при помощи братков, но это уже второй вопрос, приходят более крупные сети ларьков. то есть появляются сети, которые контролируются хозяевами, полукриминальными, но в данном случае это всегда так бывает. Рынок всегда немножко криминальный. На нем всегда воруют, убивают, насилуют, это нормально. Другого рынка не бывает. Так вот, появляются сети ларьков, концентрация. Большинство бывших хозяев ларьков превращается в продавцов, наемных работников, которые уже все живут гораздо беднее. Кто-то стал хозяином. Затем все эти ларьков сносятся, появляются супермаркеты, появляются магазины, бывших советских магазинах, которых, правда, тоже пока еще довольно много каких-то частных фирмочек и так далее. Проходит еще 10 лет, где-то с 2005-2010 года на место всех этих российских ларьков, полу ларьков, киосков и потом магазинов приходят что? Транснациональные корпорации. Вроде сегодня, даже если вы найдете там кажущиеся российскими предприятия, на самом деле это будет субаренда, аутсорсинг, франчайзинг или что-нибудь в таком духе. То есть, когда кто-то берет на время вывеску крупной фирмы, работает из ее продукции по ее стандартам и так далее. И все это за 20 лет. Вся история капитализма и всех этих противоречий. Вот это противоречие частного общественного труда в его жизненном измерении. А на поверхности превратная форма, помните, мы с этого начали, превратная форма того, что все равны, все предприимчивы, все самостоятельны. Каждый может сделать все, что он считает нужным. Без проблем, валяй. Только при этом 100 превратится в наемных рабочих, которые в России получают минимальную зарплату в 12 тысяч рублей, наиболее типичную зарплату в 30-40 рублей, модальная зарплата, ну или медианную зарплату в 35-38 тысяч рублей. А больше 100 тысяч получает лишь 10%. 10% населения развитой страны богатыми запасами нефти, газа, руд, цветных и черных металлов, леса, всего, чего-то, может, чего нельзя, мощным интеллектуальным научным наследием Советского Союза и прочее, прочее. А в Индии почти миллиард, из которого 200-300 миллионов живет, просто в нищете не имеет, даже лачунь. Вот такая история. Индия тоже не самая бедная страна, а активно развивающаяся. Просто была несколько сот лет колония Великобритании. Вот такие дела. Это все реальная диалектика. Это диалектический метод, который метод через противоречие, через развитие, через качественные скачки революции, через понимание развития феодальной системы от капиталистической и натурального хозяйства, от рыночного, идущего на смену капиталу и рынку, бесплатного распределения или плановой организации. Без всего этого не понимается вся эта штука, и у вас получается позитивный анализ вечно существующего рынка, которым действует естественно присущий этому рынку человек с естественным от Бога данным эгоистическим интересом побольше покупать, иметь максимальный доход и поменьше работать. Это кажется единственным возможным и естественным. Ну вот, пожалуй, я продолжу закончу ту фразу, которую я поставил в качестве одного из эпиграфов к сегодняшней лекции. Мы закончили тем, что диалектика внушает буржуазии ее доктринерам и идеологам лишь злобу и ужас. Вот это очень важно и заканчивает Маркс в этом предисловии эти строки, этот абзац тем, следующий абзац тем, что по своему существу диалектика критична и революционна. Так, я надеюсь, что вы почувствовали немного вкуса диалектики, но позавтракать вам не удалось. Что такое диалектика вы не узнали, но заодно это некоторый анонс того, что через неделю я вам расскажу про абстрактное и конкретное. историческое и логическое. Ну и чуть-чуть попробуем показать, как можно использовать диалектический метод. ДИАЦИИ Субтитры создавал DimaTorzok